Крыши в снегу, дворы превратились в катки. Куда жаловаться людям, если управляющая компания бездействует? Застал врасплох, но паники не вызвал. В крае проверяли системы оповещения. Спортивный праздник завершился. Каковы впечатления алтайских атлетов и гостей Красноярска? Вы смотрите наши новости. Здравствуйте в студии Евгения Даровская. Уже завтра на Алтай придет теплый циклон, а вместе с ним плюсовые температуры принесут и новые опасности. Нет, дальше речь пойдет не о паводке. В социальных сетях каждый день люди публикуют фотографии своих многоэтажек, на крышах которых зимуют метровые сосульки и огромные снежные шапки. По словам жителей, управляющие компании просто отказываются чистить кровли. Кто может и кто должен заставить выполнять свою работу, выясняла Валентина Аскерова. Да в моем возрасте я раз в неделю выхожу и все, вот за кого страшно. Вот за ребятишек. Ну это еще потихонечку, а они выскочат, не дай бог, головой стукнуться. Дворы на Пролетарской давно превратились в каток, а на крышах можно в снежки играть. Белые шапки здесь высотой в метр. По словам местных жителей, управляющая компания, обслуживающая дом, не выполняет свои обязанности. За всю зиму дворник сюда ни разу не заглядывал. Звонил в управляющую компанию. Ответ один. Заявка принята, на счете дома денег нет. То есть, почему мы, которые исправно платят людей коммунальные счета, должны из-за этого страдать? Соль покупаем, сами сыпем, сами долбим. Ну, как бы честно, вот это уже крик души. Мы тоже сделали звонок в управляющую компанию. Правда, поговорить с руководством не получилось. Я могу поговорить с директором? Нет никого сейчас. А когда будут? С утра надо звонить. А где-то расписание написано, когда нужно звонить? Ну, просто они плановку провели и разошлись. Они сидят на месте, они работают. Качество этой работы по-прежнему контролирует городская администрация. Правда, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что краевая прокуратура ограничила полномочия городских властей и фактически запретила им наказывать управляющие организации за сосульки и налить на крышах. Но ведомстве эту информацию нашему телеканалу не подтвердили. Администрация как делала свою работу, так и делает. Выезжает в рейд по районам и в случае несвоевременной расчистки штрафуют ответственные компании. Правда, специализированные проверки проводят нечасто. Наверное, к счастью, потому что в настоящее время управляющие организации достаточно адекватно реагируют на обращения наших. Более 50% обращений у нас выполняются добровольно, то есть без применения каких-то принудительных мер и штрафных санкций. Только за эту зиму администрация выявила почти тысячу нарушений, по которым были составлены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Но, видимо, дом нашего героя так и остался без внимания. Хотя Сергей уже был и у чиновников, жаловался, обещали разобраться в течение месяца. В мэрии отмечают, на подобные заявки реагируем сразу. Кому верить, непонятно. Но совершенно точно жителям придется на время не забывать одновременно и голову поднимать вверх, и под ноги смотреть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Наши новости. Возможно, причиной ДТП, которое произошло сегодня, могла стать скользкая дорога. Но в этом еще предстоит разобраться. Утром на трассе Барнаул-Рубцовск произошло лобовое столкновение двух иномарок. В аварии погибли оба водителя. Пассажиров в автомобилях, к счастью, не было. Столкновение произошло на 26-м километре трассы А-322, то есть формально еще в центральном районе Барнаула. Ни одна из машин не успела затормозить. Последствия вы видите на экранах. Оба водителя скончались от полученных травм еще до приезда медиков. Одному из погибших было 34 года, другому чуть больше 40. Сотрудники автоинспекции просят быть осторожными. Особенно в период гололедицы соблюдать дистанцию и скоростной режим. Причинами аварии сейчас могут стать и огромные ямы, которые образовались на дорогах региона после того, как с них сошел снег. Жители в социальных сетях жалуются на состояние асфальта, точнее, на его отсутствие. Жалобы поступают не только от Барнаульцев. Свои возмущения выразили жители Рубцовска. На протяжении одной минуты уже застряла здесь машин 5-7. На фото и видео, которым делятся участники сообщества «Инцидент Рубцовск», многострадальный проспект Рубцовский. И в таком состоянии большинство дорог города. Со многих улиц сошел снег и вместо асфальта показались глубокие ямы, которые тут же заполнила талая вода. В лужах люди проваливаются по колено, а машины глохнут, рассказывают очевидцы. Эта магистраль – единственное направление в северную часть города, где проживают около 30 тысяч жителей. Прошлым летом дорогу несколько раз отсыпали щебенкой, но это не помогло. Весной водители вынуждены объезжать ямы прямо по пешеходной зоне, создавая аварийные ситуации. Насколько я знаю, эта дорога попала в план капитального ремонта этого года. И она будет сделана от Калинина до Тихвинской. Другое дело, что, чтобы не получилось опять, как всегда, сделаем, она на второй год развалится. Ремонт этой дороги запланирован в этом году. Сейчас в Алтае-Автодоре готовятся провести аукцион на так называемую Рубцовскую зону, куда в том числе входят Егорьевка, Волчиха и Змеиногорск. Напомним, ранее мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман говорил, что если вкладывать по 80-100 миллионов рублей в год в ремонт дорог, как это планируют краевые власти, то к 2023 году их удастся привести в нормальное состояние. Кстати, в Рубцовске продолжается ремонт канализационного коллектора, который обрушился неделю назад. Обрушился сам, был сильно изношен. А вот в Барнауле выгребную яму у частного дома, в котором живут ветераны, по их словам, обрушили дорожники. Теперь дает сбой вся канализационная система. А в погребах невозможно хранить соленья и овощи. В причинах и следствиях разбирался Андрей Дреер. Лучше надо лед отдал, тяжелая крышка со льдом. Мне ее не поднять, потому что это... Георгию Николаевичу 71 год. Он ветеран труда. Прошлые зимой муниципальные службы убирали его улицу от снега. Тогда грейдер наехал на выгребную яму и снял с дороги слой глины. Теперь вода не проходит ниже по улице, а идет прямиком в колодец. А с ними разговаривать бесполезно. Я разговаривал с администрацией, кто отвечает на эти дороги. Он сказал, ничего я делать вам не буду, никакой вам техники. И, в общем, от меня отвяжитесь. Вода, которая шла вниз по улице, залила яму, деформировала трубы. И все содержимое стало врываться в дом. Вот видите, что сделал? Бандаж. И перевернул его проволокой, вот, к штыру. Чтобы не утянуло трубу. Ее утянуло туда. И пошли фекалии. Прямо здесь? Да. Как говорит Георгий Николаевич, жили в основном продуктами с огорода. Когда погреб залило, пришлось все либо выбросить, либо раздать. Теперь ему, жене и теще, ветерану войны, приходится обходиться небольшой пенсией. Георгий Николаевич не раз писал чиновникам. Ответ получил. В том, что выгребная яма просела, виноваты сами владельцы дома. Оказывается, согласно правилам благоустройства, принятым еще в 2017 году Гордумой, колодец должен находиться на территории участка, а не за забором. Юристы говорят, что в этом чиновники правы. На возмещение данного вреда, я полагаю, что оснований нет никаких. Так как находились конструкции данные незаконно. И администрация фактически даже могла не знать о наличии там специальной какой-то ямы, которую они могут повредить. Получается, Георгию Николаевичу помощи можно не ждать. Даже наоборот. Сама администрация вправе подать в суд, поскольку колодец стоит на муниципальной территории. Пенсионера могут даже обложить налогом за использование чужой земли. Как говорится, все по букве закона. Так что, если выгребная яма вашего дома тоже находится за забором, лучше ее оттуда перенести. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости. Продолжим. Сегодня в Алтайском крае подняли тревогу. В регионе проверяли системы оповещения. В Барнауле сирена звучала 3 минуты. Моя коллега Дарья Эйдемейнлер наблюдала за тем, как реагировали горожане на сигнал. Знаю, какая-то тревога, а по какому поводу не знаю. И что делать не знаешь? Я как шла, так иду. Только упала немножко. Пока не знаю, что делать. Обычно в такие звуки. Куда-то в бомбоубежище прятались. Я работала на моторном заводе. И там мы всегда, как учебная тревога, мы там бежали в бомбоубежище, прятались. А куда идти-то? Бомбоубежище сейчас нету. Нету? Нет. Куда идти? Выскочить на улицу. Сейчас в местонахождении бомбоубежищ информация закрытая. А на вопрос, что делать, ответит специальное сообщение. Как его получить, оказалось, знают и некоторые опрошенные нами прохожие. Это проверка МЧС готовности к палатке. А как себя вести, когда слышите сирену? Включить телевизор, канал «Россия-1», либо радио «Россия». Раньше, если сирена застала на месте, то необходимо было бежать домой, включать телевизор или радио, чтобы узнать, что делать и куда прятаться. Сейчас, к счастью, у каждого в кармане есть мобильный телефон. И дальнейшее указание от МЧС можно получить прямо на месте, включив радио. С телефоном действительно проще. Телевизионное сообщение об угрозе пока передается только аналоговым сигналом. С переходом на цифровой формат телевещания получить его можно будет только путем определенных манипуляций. На специальной приставке переключаться с цифры на аналог. Опять же, далеко не все приставки имеют эту функцию. С 3 июля наш край действительно переходит на цифровое телерадиовещание. Работа системы оповещения на данном этапе не пострадает. Все будет проводиться в прежнем режиме. Работа в данном направлении ведется. Необходимые технические решения будут непременно внедрены. Подобные тесты проводят ежегодно. Но интересно, что проверяют не готовность людей, их знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, а исправность самой системы оповещения. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. Наши новости. На этом мероприятии тоже будет громко. Буквально через несколько минут состоится церемония закрытия зимних игр в Красноярске. Концерт, а также подведение итогов универсиады начнется в 8 вечера. Планируется, что на церемонии закрытия выступит Дмитрий Медведев, который, кстати, уже поздравил российских спортсменов. Есть с чем. На этих играх они взяли более сотни медалей. Четыре из них – алтайская лыжница Яна Кирпиченко. Наш корреспондент Кирилл Политов с первого дня универсиады находится в Красноярске и готов поделиться впечатлениями. Кирилл? Знакомьтесь, те, кто еще не знаком символа Всемирной универсиады – Юлайка. Такой вот милый, пушистый зверек. Итак, 10 дней пролетели, как один сегодня заключительный. Но лично у меня впечатлений накопилось масса, например, о спортивных объектах, которых здесь понастроили очень много. И у нас в Алтайском крае мы их не найдем и вряд ли увидим в ближайшее время. Отдельная линия старта. Наши лыжницы из Рубцовска, единственная представительница из Алтайского края, спортсменки-красавицы Яна Кирпиченко. Четыре старта, четыре медали, одна золотая, три бронзовых. С чем мы Яну и поздравляем? Вот ее комментарии по этому поводу. Очень это чувствовалось. Я знала, что так будет. Поэтому несколько дней до начала соревнований было очень большое волнение, которого не было, наверное, в этом сезоне еще ни разу. Но это очень волнительная ситуация. Можно было увидеть не только спортивную программу, но и культурную. Вот так для журналистов здесь устраивали различные пресс-туры. Например, можно было посетить деревню Универсиады. Именно там проживают все спортсмены. Что мы с моим коллегой Алексеем Янкиным и сделали? Впечатлений тоже масса. Например, там можно было увидеть одну деревню или сами здания, где жили эти спортсмены с различными флагами. Там особенно японская сборная так порадовала. Несколько этажей заняла. Посетили столовую, где питаются спортсмены. Не покормили. Но, тем не менее, впечатления остались положительными. Сегодня закрытие. Градиозное, масштабное. Обещаю, не менее масштабнее, чем само открытие, где я побывал. Тоже впечатление массово. А итогом Великого поста, который начался накануне, будет праздник Светлой Пасхи 28 апреля. Ну а пока верующим рекомендовано отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов и сладкого на целых 40 дней. Всем ли пост показан и как борются с соблазнами в одной из барнаульских семей, расскажет Ирина Корчагина. Постные булочки можно в пост приготовить. И картошечку с салатом, орешки. Вот все это очень полезно. На столе скромные блюда. Никакого мяса, яиц, молочных продуктов. Сыновьям запрещены шоколад и мороженое. Строгого рациона в этом доме будут придерживаться 40 дней. В семье прахт начался период духовного роста. Постимся в основном мы, конечно, с мужем. Дети поста не придерживаются. У них послабление в связи с тем, что они маленькие. Но когда уже совсем мне так грустно, я понимаю, что мне уже очень-очень тяжело, я могу себе там позволить конфету. Но опять же, я всегда такой супруга спрашиваю, чтобы это было мне полезно в первую очередь. Муж Марии в первые дни поста позволяет себе только хлеб и воду. В это время для сыновей под запретом интернет и мультфильмы. Вообще, церковь рекомендует отказаться от всех человеческих утех во время Великого поста. Правда, прежде чем повторять подвиг Иисуса Христа, лучше проконсультироваться с врачом. Ведь кому-то пост может быть противопоказан. Ежедневно человек должен есть и мясо, и рыбу, и молочные продукты, и яйца. Поэтому строгий отказ от растительного, животного белка и животного жира – это достаточно стрессовая ситуация для организма. И в организме могут образовываться какие-то другие, более токсичные вещества. Впрочем, в семье Практ не осуждают тех, кому сила воли не позволяет воздержаться от искушений на ближайшие семь недель. Ведь суть поста далеко не в тарелке на столе, а в добрых поступках и борьбе с соблазнами. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Масленица закончилась, а впечатления останутся надолго. В минувшие выходные, чтобы попасть на настоящее масленичное гуляние, многим даже из города выезжать не пришлось. В двух кварталах Барнаула провода зимы прошли прямо во дворах. Так, и... и... Ничего себе! Традиционная масленичная забава, метание валенка. Так весело и шумно провожают зиму в квартале Лазурной жилищной инициативы. Трудно усидеть дома, когда во дворе музыка, подвижные игры и все соседи в сборе. Отдыхаем, и всем нравится очень. Посмотрите, здесь народу стало больше. Всем заинтересовали всех. Очень интересно. Молодцы, спасибо вам огромное. У нас и елки, на Новый год, и любой повод. Мы здесь недавно живем, полгода, но друзья давно рассказывают, да, постоянно что-нибудь. Три, два, три, два, три! А это уже квартал дружный. Килограммы блинов и других угощений, конкурсы от застройщика и зажигательные артисты. Под русские народные песни танцуют и взрослые, и дети. Особенно с детьми. В парке-то сильно там тесно, а здесь прямо хорошо, замечательно. Белины есть, покушать. Масленица рад, что закончилась зима и, наконец, пришла теплая весна. Надеюсь, что у всех хорошее настроение. Такой широкий праздник – лишь один из многих поводов, которым компания «Жилищная инициатива» круглогодично радует своих жильцов. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края плюсовая температура и ясно. В Бийске плюс 4, в Рубцовске плюс 1, в Белокурихе до 8 тепла. В Краевой столице ясно, ветер юго-западный слабый, ночью до 4 мороза, днем до плюс 5. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.